Всем привет, ребята, с вами Гув Гув, и сегодня, ребята, вместе с вами я куплю себе новый предмет, который мне сильно увеличит капасти, а также немножко подтянет мой фарм. Хотя, ребят, я пока что не жалуюсь на свой фарм, мне его хватает. Хотелось бы больше, конечно, но, в принципе, достаточно. Сейчас, ребят, я зашел на сервак к обычным ребятам, нету никаких не подписчиков, возможно, есть, вот вроде бы вот этот Влад, это вроде бы и есть подписчик, потому что он только что вроде бы здоровался. Да, он пишет, я твой подписчик. Сейчас, ребят, мы с помощью подписчика, Владос, привет, я надеюсь, что сейчас меня не подведешь, выполним квест, где нужно просто поделиться джеллипинами, ребят. Нужно два раза кинуть, или даже три получается, да, получается три раза, чтобы он все собрал, друзья, а вот-вот-вот-вот, оно все тут было. И если он соберет, друзья-то, тогда, ребятушки, я себе смогу купить этот поезд, но сначала надо будет забрать квест, потом я обновлю квест, начну выполнять уже 21 квест. Ох, хорошо, он собрал, так, сколько он штук собрал, 12 штук, ну, если еще разочек так кину, 12 штук он соберет, и получается, что потом надо будет кинуть один джеллипин, для того, чтобы, друзья, он его поднял. И я, ребята, выполнил то задание, очень крутое, очень эпическое. Итак, давайте я буду кокосики по кайда кидать, мне сейчас еще чуть-чуть не хватает, ребята, меда для того, чтобы купить этот предмет. Там вроде 15 лярдов надо. По поводу старжелеек, вы помните, я в прошлом ролике фирмил себе одаренных пчелок, и там случайно не выключил одну кнопочку, и у меня 10 старжелеек сожрало. Вот сейчас я их уже опять накопил, ребят, с помощью краба и очень хорошего везучего доната в Храм Ветра, там я получил старжелейку сразу, плюс пару глиттеров. И сейчас, ребята, мне остается только нафармить пару лямов меда, и также, ребята, выполнит этот квест. Так, окей, джелебины вроде бы перезарядились, но сейчас куда-то подписчик пропал. Ладненько, давайте мы сейчас пойдем вот сюда вот на низ, тут вроде бы кто-то, я думал он фармится, нет, он в АФК сидит. Это очень плохо. Так, а кому же покидать джелебины-то? Подписчик ушел, никто не фармится на карте, очень-очень сложно будет выполнить квест, если никто не хочет пособирать вот эти джелебины. Если я их буду сам поднимать, то это мне не засчитает, надо будет, чтобы кто-то поднял. А, он сейчас, походу, вернется, у него рюкзак заполнен, ну, ладненько, давайте мы его тут подождем, пока что я повыполняю вот это вот, ребята, задание с медом. Мне сейчас нужно еще дофармить чуть-чуть меда, лямов 70, ну, 65 лямов. Я думаю, если я этот рюкзачок добью, ой, я кинул кокосик, он, о, появился, отлично. Вот так, видите, сейчас вот таким вот способом вот я очень быстро фармю мед. Вот, с помощью кокосика 6 лямов, и тут еще плюс 4 ляма, а через инстант конвершн оформилось, и уже, в общем, мне осталось только 55 лямов. О, и пришел еще один подписчик, Ники Борс. Ники Борс, это ты? Не, это не он, тут сейчас Влад возле меня бегает, давайте мы сейчас ему кинем еще джелебинов. Он их пособирает, отлично. А ну-ка, 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 сколько там выпадет, мне очень интересно. А ну-ка, оп. Ах, блин, две штуки не удалось собрать, друзья. Ну, ничего, мы сейчас, ребята, еще разочек кинем. И все, давайте мы напишем подписчику привет. И, ребятушки, сейчас, вот прям сейчас, еще чуть-чуть, ребят, 15 секунд, и я себе покупаю этот хорошенький предмет, который, друзья, в принципе, максимальный. Больше я уже никаких поясов не смогу купить. Плечи у меня максимальные, рюкзак максимальный, ботинки только останется купить, и все, и я уже топ-человек. Потом я буду, ребят, все сливать в... А, ребят, мне еще две масочки надо купить. Точно, я же забыл. Ладненько, тогда мы сейчас немножечко поменяем план действий. Ну и ладно, короче, смотрите. Гамми масочку я пока что покупать не планирую, потому что, ну, в белую пыльцу я не собираюсь пока что идти. Если вдруг захочется купить какую-то маску, так это будет, ребят, красная масочка. Но для красной масочки мне сейчас не хватает только, друзья, ред экстрактов. Шипы уже почти дофармились, тут еще чуть-чуть осталось. Ладно, тут, ребят, я уже, можно сказать, так полностью уже дофармил то, что мне сейчас надо было. Вот, осталось еще пару таких вот штрихов, друзья. Пару кокосиков кинуть, собрать. Ребят, вот этот вот оп, все, отлично. Я, получается, что уже все, можно сказать, уже дофармил. Еще лимончик. А лимончик у нас фармится очень быстро. Вот, пришел Владюха. Владюха, держи джелебины. Фармись, красавчик. Спасибо, что поддержал. Вот, можете, ребят, передать Владюхе привет за то, что он мне помог. Ох, друзья, давайте мы его добавим в друзья. Вот он, Влад Братан. Опа, добавляем. И он сразу появляется у нас в друзьях. Хотя заявки вроде бы не было. Ну и... Как-то странно, почему заявки не было. Или, возможно, была заявка, просто тут не отображается. Ну ладно. В общем, Владюху за то, что он нам помог добавили в друзья. Он сейчас, наверное, я немножко в шоке будет. Или он просто вообще даже не заметил этого. Сейчас, ребят, идем забирать квест, который я очень долго выполнял. Ну, в принципе, как долго. В основном мне тут сложнее всего было это вот это вот задание. Собирать 500 токенов из винди пчелки. Но когда, ребят, я забрал вот этот квест, только получил его, то на Монтайн Топфилде появилось 3 винди пчелки. Или там даже больше, я не помню. И, в общем, я очень быстро накопил 300 этих токенов. Очень быстро, прям сразу, со старта. Окей. А теперь что? Теперь, ребят, давайте забираем квест. Тут такие, блин, длинные диалоги. Вот в каждом ролике, когда забираю квест в этого чувака, постоянно жалуюсь на эти диалоги. Ну, прям серьезно. Ну, зачем такие длинные диалоги? Их режешь, возможно, кто-то читает из англичан. Из англоязычного региона кто-то. Но я, нет, я не читаю. Мне это не нравится. Ладно. Тут уже у нас новый квест, который хочет, чтобы я задонатил золотое яйцо. Также он хочет, чтобы я задонатил 10 ойлов. Скормил 500, ой, 250 Blueberry. О, ребят, давайте мы сейчас прям перед вами скормим это. Или у меня нету таких? Не, у меня нету. Ладно, давайте так. Сейчас мы пойдем в магазинчик. Вроде бы ресурсов у меня уже все хватает. Вот, ребята, мне очень сильно рекомендовали, чтобы я не покупал пояс. Чтобы я взял этот Spirit Petal и задонатил храм ветра, чтобы получить виндепчелку. Ну, блин, ребят. Ну, да, виндепчелка круто. Это очень хорошо. Но, не, я хочу пояс. Я хочу пояс и все. Окей, у нас уже... Блин, сейчас 100 клея уйдет. О, жаль. Я тут уже почти ногами бота накопил. Ну, как почти, еще 500 штук, а 150. Но сейчас надо будет уже 650. Ладно, давайте вот так вот мы сейчас вот это вот приобретем. Так, сколько у нас сейчас будет пополнение Capacity? Смотрите. Тут 250 тысяч. А в этом поясе 150 тысяч. То есть мы сейчас получим 100 тысяч Capacity только из этого пояса. Но с помощью бонуса, который у нас очень хороший, наверное. Capacity Multiplayer. Получается в 17 раз включится. То есть я сейчас получу не 100 тысяч, а получу 1 миллион 700 тысяч. Серьезно? Ну, это немного вроде бы. Ну, так нормально, нормально. Также тут вроде 50% Capacity. А тут сколько? А тут только 25. Это же получается, что еще 25% сюда. Ну, ладно, давайте покупаем. Сейчас мы посмотрим. Смотрите, ребят. Сейчас у меня 37 миллионов Capacity, а 37 с половиной пускай будет. А если я куплю этот рюкзачок, то у меня уже становится 45 миллионов. Что? Почему так много? Вау, ребята. Ну, это жесть. Это просто жесть. Вот так вот я сейчас выгляжу, как прям топовый игрок. Только сейчас, ребята, осталось мне боты купить. Ну, в принципе, я сейчас могу себе купить одни ботики. Это кокосовые. Но мне не хватает 10 лярдов. Вот если бы сейчас хорошенький такой буст сделать, такой вот фарм хорошенький на 10 лярдов, то, в принципе, все. Я бы мог себе купить вот эти боты. Но я вот думаю, покупать их или нет. Если я сейчас куплю эти боты, то это еще 100 клея уйдет. А я не хочу сейчас клей тратить. Как-то не особо сильно хочется тратить. Давайте мы сейчас пойдем посмотрим, что там у меня еще изменилось. Давайте мы так заценим уже в магазине. Пойдем посмотрим. А, это пояс вон там вот продается. Блин, я немножечко не туда пошел. Ладно, сейчас мы глянем. Кстати, тут капасти увеличилось. Вау, очень много увеличилось, ребят. Ну, прям очень много. Вроде бы только там плюс 25% должно было бы добавиться. Но добавилось. Ну, вот было 1700, а уже 1900. Почти 2000. Вау. Ну, ладно. Ладненько. Давайте мы сейчас, знаете, что сделаем? Я поставлю на крафт. Что я поставлю на крафт? Блин, я даже не знаю. Ничего я ставить не буду на крафт. Сейчас вот мы посмотрим просто на пояс. Что же у меня изменилось? Ладно, смотрите. У меня вот этот вот новенький пояс. Ага, он где-то, да. Тут. Смотрите. У него там 100 конверт амонт сейчас в моего. А в прошлом было 75 конверт амонт. Это хорошая вроде бы штука, но я так и не понимаю, что там она дает. В общем, этот пояс мне еще вроде бы увеличил фарм меда из токенов на 25%. Также на 5% увеличил фарм с буст-бомбочек. И еще, ребята, я вижу, что... Так, стоп. Что еще поменялось? Вроде бы больше ничего такого я не вижу. Вот лут-лак как был, так и остался. Хорни фронт токенз и буст-бомбы просто местами поменялись. Ну, короче, в общем, еще одна пассивочка просто добавилась и все. Но эта пассивочка, это пассивочка, которая, ребята, по кругу выпускает вот эти вот такие сюрикены, как выпускает сейчас палка. Но там для этого надо, ребят, что? 30 токенов буста собрать. Ну, в общем, окей, вы поняли. Ладно. Короче, вот такой вот ролик получился. Ребята, я уже, можно сказать, почти топовый игрок. Осталось только купить хотя бы кокосовые ботинки. И тогда все. Можно, в принципе, сейчас полностью качать все. О, стоп, сколько клея, интересно. Бумс, три клея на халяу. Вот это да. Вот это нормас. Кстати, тут вот вроде бы виндюха появилась. Я бы ее пофармил. Давайте один уровень убьем, посмотрим, что из нее выпадет. Если она будет такая прибыльная, виндюха, то, в принципе, можно будет и поубивать ее. А ну-ка, 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 ну-ка. Ну, че, три тики там. Ну, можно было бы пофармить. Ну, ладно, короче, ребят, давайте мы сейчас с вами попрощаемся. А в следующем ролике, ребят, я попробую сделать какой-то такой хорошенький фарм, собрать хорошие бусты. Вот куплю золотое яйцо, которое нужно для квеста. И с помощью золотого яйца достану хорошие бусты. А потом, ребята, еще накоплю микроконвертеров, немножечко джеллибинов. И, короче, ребята, попробуем, сколько мне получится нафармить. Я думаю, на этот раз нам много больше, чем сейчас. Ну, и, в общем, все. На этом, ребят, я буду с вами прощаться. С вами был Гуф-Гуф. Всем пока, ребят. Ой, всем бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok